В пятницу, вечером и субботу Второе, темные силы максимально сильны именно весной Вот конец зимы, начало весны Они максимально могут действовать, поэтому все свои пакости они стараются делать именно в это время И не случайно, Радомир был схвачен и казнен именно весной В конце зимы, начало весны Разные даты, потому что они манипулируют Потому что данные, календари были совершенно другие раньше Переводы могут быть весьма неточны Так что здесь такой вопрос, что весьма западный Кстати, как нас с вами дурят? Дурят на невежести Те же самые индусы, но просто нас с вами разводят Как говорится, ясельников из детского сада, это же ясельная группа Помните, у них написано «Великая битва» Кем? Помните, да? Суры, асуры, помните, да? Слышали такое понятие, да? Сур, асур Которую они описывают Они описывают извращенно то, что описывают битву к 13-ти чередных, когда война, когда Великая Славянская Америкинская империя и Антлайн, или Аталантида, как более известная, начал войну против Материнской империи и привело к катастрофе, когда ось повернулась и так далее, и так далее И вот тогда прилетели так называемые боги и начали сражаться с ними, чтобы остановить, и когда вот фата упала, ну, впоследствии все знают. Это то, что на самом деле, и в славянских веках это описано четко и ясно. И я вот в своей книге, то же самое «Россия крикозгала», которую так не любят, все это расписал, восстановил даты, потому что многие вещи, которые в текстах Ветхого Завета, Торы, там приводятся данные, нужно покопаться было, ну и нашел то, что нужно, и восстановил структуру, где что происходило. Как вы понимаете, события многие происходили где и как, но не в этом дело. Так вот, что такое Гой? Все знают, да? А что такое Йог? Все знают? Мы слышали, да? А вы знаете, что это одно и то же? Потому что зависит от того, как вы читаете слово. Слева направо, как мы привыкли, или справа налево? Если слева направо, получается Гой, а справа налево, получается Йог. И с Гой это другая вещь. Я говорю только Гой и Йоги. Так вот, теперь Сур и Ассур, Рус и Ассрус. Что это означает? Асы – это боги, живущие на земле. Русы – это те, как это так сказать, те наши предки, которые прилетели с других планет. И наши предки считали богами, потому что они достигли углиного творения. Ну, почитайте, кто не читал, порекомендую. Только понятие богов, которые сейчас, к сожалению, не в едиизме приносятся, совершенно не то, что на самом деле было. Вот я приводил в книгах, и в своей автобеграде уже расписывал, показывал, что прилетают на землю, даже что провели инициацию посвящения на уровень выхода, на уровень Бога, Творца. И прилетали на землю даже с тех материнских планет, с которых пришли наши предки с вами. Так вот, Суры и Асуры – это описание, в индийском извращенное описание, вот именно войны между Атланью или Атлантидой и Ведийской империей, которая была материнской. Все. А как они извратили, да? Почитай. Рус, Ассирия, Ассур. Тоже. И таких вариантов много. Просто нас дурят из-за того, что мы не понимаем. Потому что те же самые социальные паразиты считают все справа налево. И многие арабы читают справа налево. И поэтому многие слова приобретают совершенно другой смысл и другое толкование. А если прочитать их правильно, ну, с нашей точки зрения, потому что... Почему правильно? Потому что наш алфавит и наш язык существовал до того, как повезли все остальные. И это не я придумал. Это есть факты, которые непровержимы. Даже американские ученые, запрещенные археологии, кто-то читал книжку? Сколько я читал, поднимите руку, прочитали. Ну, да, сколько есть. Но кто не читал, я думаю, почитать. Да, они все понимают правильно, но они обнаружили, что отпечатки, так сказать, которые каменные логисти, которые есть с надписями, которым больше 200 тысяч лет, написано русским языком, даже нашим алфавитом, малоизмененным за это время. И ворс более 200 тысяч лет. А если взять тех же самых иудеев, есть такая выпущенная книга, имя же выпущено, они сами считают, что иудеи возникли 4,5 тысячи лет назад. Не я это говорю, они сами говорят. Ну, даже хотя, начнем с того, что 200 тысяч лет, это, конечно, очень мало по сравнению с 4,5 тысячи лет, да? А если учесть, что наши предки колонизировали планету порядка 600-800 тысяч лет назад, более точно, невозможно сказать не потому, что я не могу сказать, потому что для того, чтобы сказать точно, мне нужно иметь факты, которые я могу взять, вытащить на стол, положить. Если этих фактов не имею, у меня тут же обвиняют, что я фальсифицирую, придумываю и так далее. Поэтому многие вещи, которые я знаю, во-первых, еще, первое, не время сказать по определенным причинам, это первое. И второе, у меня нет в руках материальных доказательств, хотя других доказательств полным-полно. Но по мере того, как они будут появляться, я буду это делать. И несколько случаев уже показал демонстрировал, некоторые вещи приносятся на встречу читателя. Поэтому здесь нужно просто-напросто делать следующее. Мы должны понимать, что идет война. И самая опасная война сейчас информационная. И вот задача, почему они сберенились, особенно в данном случае в отношении меня, особенно меня любят, потому что я стал с ними вести информационную войну. И получается весьма успешно. Потому что они зациклены только на том, чтобы сами это делали не денег, только деньги для них в глазах и видят. Поэтому они никогда не думают, что я буду укладывать книги для скачивания бесплатно. А те книги, которые распечатываются, и вот многие люди не могут иметь компьютер и так далее, так вот сообщают, что я даю право на издание книги, и там пишут, что я отказываюсь от своих авторских, чтобы снизить цену на книгу. То есть я со своих книг, то, что скачано, 3 миллиона я заработал очень много, конечно, да? Это только что я знаю, а их, наверное, уже более 10 миллионов. Очень много, потому что там вот каждая книга стоит для меня, получается, очень много. Даже из тех, которые издаются, я получаю столько же, потому что я отказался от своих 20% авторских для того, чтобы цену снизить для покупателей. А почему люди не могут совсем бесплатно? А измените, бумага, типография, никто не делает ничего, просто бесплатно. Так что я не рассчитываю, что я буду делать так, потому что, а каждую книгу это тысячи и тысячи часов работы, которую я делал. А в чем разница электронная с чатной книгами? В чем разница? Разницы нет. Информация такая же? Такая же, конечно. Просто некоторые люди любят читать книгу вот так, в руках. И я тоже в большей степени люблю читать книгу в книжном варианте, приятнее. Читаю электронный вариант только тогда, когда нет возможности получить книгу в таком материальном воплощении, потому что совершенно другое восприятие, когда читаешь книгу, ну, как книгу. А разницы никакого нет. Просто таким образом пытаемся охватить максимально людей. Потому что, при всем не том, что число интернет-пользователей в России растет очень быстро, все равно далеко не в каждой семье есть компьютеры, правильно? И интернет, особенно в регионах, стоит очень дорого. А как некоторые книги по скачиванию запускают, скачиваются часами, если не сутками, то представьте, сколько это будет стоить для людей. Поэтому многие хотят иметь в виду книги такие. Поэтому и те, и другие не выпускаются. Бесплатно на моем сайте, все бесплатно доной. И те книги, которые издаются, опять-таки, неких денег я на этом не зарабатываю. Как мне пытаются, что я всех обуваю. Я очень много обул на скачиванных книгах, да? Всех обул, да? Ну и тогда.